День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, доброе утро еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Как обычно, в понедельник в это время представите Бюро вакцинации Инга Васильева. У нас на прямой связи посредством Зума. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Может быть, начнем с такой вопрос, который тоже многие знакомые нам задают. Я так понимаю, что Johnson & Johnson прибыл в страну. Многие ждали эту вакцину. Напомню, особенность ее, может быть, даже преимущество в том, что это одноразовая вакцина, одной дозы достаточно для формирования антител. Прибыла, да, эта вакцина? Да, вы знаете, эти вакцины прибыли уже за прошлую неделю. Это было всего лишь 12 тысяч доз. Мы ожидали больше. И, кстати, мы получили тоже в конце прошлой недели уже из Европейского комитета новость, плохую новость о том, что Johnson & Johnson именно как... Как производитель, да. ...производитель, да, информировал Steering Board, то есть это ту организацию, которая потом уже в Европейском Союзе распределяет вакцины, что, в принципе, их доставки на данный момент непрогнозируемы. Поэтому мы оперируем только 12 тысяч дозами. Кстати, они на прошлой неделе, они все были развезены по различным выездным вакцинациям, в том числе и в субботу, в воскресенье, когда мы вообще достигли такой рекорд выездных вакцинаций. У нас завакцинировались на различных ярмарках и городских праздниках порядка 1500 жителей. На данный момент остальные дозы, они зарезервированы до этой пятницы для педагогов в нашей стране, так как это по договоренности с Министерством по образованию. Но остальное уже уходит на вакцинации на дому пожилым людям. То есть, в принципе, вот в таких, если так можно сказать, в амбулаторных и стационарных медицинских учреждениях все-таки, наверное, сейчас можно встретить Pfizer и Moderna, так я понимаю, да? Да, Pfizer и Moderna. Кстати, что я хочу отметить для людей, которые очень ждут Янсена, так как мы не можем прогнозировать эти доставки, это не зависит от нас. В принципе, я советую просто просчитать, когда вы получите больше иммунитет, ждать Янсена без прогнозов или все-таки идти и получить Pfizer, когда у вас иммунитет получится через 5 недель в течение от первой дозы. Вот я так понимаю, что фактически Джонсон используется именно для выездных, потому что, для удобства, да? Потому что люди не должны потом думать, когда будет в следующий раз вот этот выезд или искать вот место, где привиться, вот если это была бы двухразовая вакцина. Да, в основном это самая главная причина, почему мы именно на выездные вакцинации. Конечно, те люди, которые на выездных вакцинациях получают Pfizer, в основном это Pfizer, Moderna, а Moderna у нас тоже как-то не пользуется популярностью среди жителей, то потом с каждыми людьми отдельно договариваются и ищут более такое близкое место и такое удобное время, когда они могут получить эту вторую вакцину. Но, например, в эти выходные мы выезжали в Красново, специально тоже на выездной вакцинации, чтобы уже дать вторую дозу Pfizer тем, которые три недели назад получили первую дозу. Вот вы упомянули учителей. Это что значит? Это какие-то выезды в школу или специально приглашение учителей уже как целевую аудиторию? Чуть поясните. Это выездные вакцинации в школы, в коллективы. До 12 августа мы ждем от Министерства по образованию уже такой список школ и количество педагогов, и тогда уже начнется организационная работа, и будем выезжать в школы, в коллективы и делать вакцинацию. Это может происходить и с началом учебного года тоже, если вы, допустим, не успеете, потому что не все учителя еще на 12 числа выйдут на работу. Да, да, естественно. Так как открытие школ 1 сентября – это, в принципе, такая приоритета, такой государственный приоритет, поэтому, в принципе, и так и распределились тоже вакцины. Кстати, если мы говорим о школах, вы знаете, мы говорим о педагогах, о взрослых людях, но очень интересно, я тоже поанализировала в пятницу как раз не статистику, а данные по тому, как у нас вакцинируются подростки. И вы знаете, очень интересно, что, например, те районы, которые при Риге – Адрский, Новоц, Маруп, Текково, там вакцинация подростков в возрасте с 16 до 17 лет, например, превышает 55%. Хороший показатель, да. Да, самая низкая, естественно, но неестественная, к сожалению, вакцинация подростков из 12 и 16 лет, она в Латгаре, это Лудза, Даугопиос, Краслова, не превышает 3-5%. А как мы знаем, сейчас идут очень такие, скажем так, беспокойные сигналы именно из тех стран, в которых учебный год начался раньше, чем у нас, например, в Америке, мы знаем, на многих штатах тоже он начался сейчас, и там жуткие цифры по госпитализации и по болезни детей. Да, ну хотя я так понимаю, что все-таки прежде всего надо бы добиться, чтобы все преподаватели всех учебных заведений, чтобы они были, ну не знаю, насколько это возможно, 100%, но близко к этому, чтобы были привиты, я думаю, это, наверное, первоочередное, так я понимаю, если мы говорим о приоритетах. Да, да, так оно есть, да. Вот как в народе говорят, особенно среди вакцинированных, они говорят, что ну как, ну есть 3 категории, если так можно очень примитивно разделить, это первая категория, которая уже вакцинировалась, или вот-вот-вот пойдут вакцинировать, вторая, это сомневающиеся, с которой, наверное, нужно активно работать, и третья категория, так называемые антиваксеры, там, естественно, никто точно вам не скажет, какой там процент, 5%, 7%, 10%, и нет такой вот, ну не знаю, не опасения, а такого понимания, что в какой-то момент, ну вот, мы достигнем пика в том плане, что те, кто хотели, те, кто могли, да, и те, которым в состоянии что-то разъяснить, они вакцинировались, остальные, раз они до сих пор, там у нас фактически с мая месяца идет возможность вакцинироваться без разделения вот на эти группы приоритетные, они уже это не сделают. Ну, как говорится, я не дэлский оракул, я не могу прогнозировать, как ситуация может развиваться, но, в принципе, мы можем где-то в ближайшем будущем прийти к этой точке отчета, про которую вы сейчас говорите, рецептов, я думаю, нет вообще нигде в мире, как с этим бороться. Ну, здесь неплохо, конечно, понимать, как картину, сколько реально таких вот, не то что сомневающихся, а стабильно против антиваксеров, назовем их так, для простоты, потому что удобно очень предполагать, что их примерно 3, 5, пускай даже 7 процентов. И чисто статистически тогда, конечно, когда превалирующее количество будет вакцинировано и заработает тот самый коллективный иммунитет, сбудется, в общем-то, то, что они же сами в своей среде предсказывают, мол, а зачем тогда мне идти укалываться, если все вокруг будут здоровы, ну, как бы за их счет на чужом горбу в рай, что называется. Но опасно, если мы почитаем комментарии на тех же самых новостных порталах или где-то в интернете, на Фейсбуке, например, в социальных сетях, я делаю вывод, что таких в разы больше, чем 3-7 процентов. Их может доходить до трети в лучшем случае. Ну, по крайней мере, они очень активные и местами агрессивные, я бы так сказал. И это очень опасно. Сложно сказать. Я думаю, что здесь, наверное, тема отдельного разговора. Это вот, я бы так сказал, педагоги-антиваксеры. Не хочется эту, может быть, тему такую болезненную затрагивать. И медики. Ну, медики, да. Но если педагог, допустим, который обучает детей, и он думает, что его там, не знаю, чипируют, отравят, погубят и так далее, и он обучает детей, то тут, наверное, вопросы возникают. Если человек боится, сомневается, это одна история, и здесь можно людей понять. И здесь уже работа медиков, чтобы убедить, разъяснить, проверить состояние здоровья. Это все по-человечески, все понятно. Но убежденная антиваксера педагоги, это, наверное, уже отдельная история. Да, и вы знаете, конечно, тут же мы читаем комментарии, различные мнения, что интересно, даже не интересно, а немножко грустно. Если антиваксерские эти настроения, они среди педагогов, так мы знаем, что педагоги, в принципе, они обучают наших детей. В принципе, педагог должен и уметь владеть информацией, и, в принципе, он должен иметь критическое мышление. Но, конечно, всем очень разные люди, у каждого свои мнения. Да, но я с вами согласна, это довольно-таки опасные такие сигналы. Что касается вообще бюро вакцинации, уже прошло, что называется, время, у вас уже рука набита, есть, так можно сказать, есть какой-то опыт. Что вы дальше, вы уже упомянули педагогов, но вообще, что с точки зрения стратегии, что еще дальше планируется, я, по крайней мере, заметил, что если на первом этапе, если так можно сказать, вот этой предвыбанной, хорошо сказано, да, по привычке, по привычке, ну, вот этой кампании по информированному населению, все-таки участвовали как бы вот такие, как говорят, лидеры мнений, да, вот известные в обществе люди, авторитетные. То сейчас все-таки, наверное, вы даете преимущество, мне кажется, это правильно, вот медикам, специалистам, которые отвечают на спорные вопросы, говорят о побочных действиях, об их отсутствии, о противопоказаниях, о разных вакцинах. Может быть, это и тот путь, потому что кто-то хорошо сказал, при всем уважении к певцам или композиторам, да, но люди могут сказать, наверное, в чем-то они правы, что хороший певец пой, а вот про медицину пускай нам расскажет и про вакцины все-таки вирусолог, иммунолог и инфекционист. Кардиолог и так далее, да, это вы правильно заметили, это наша тактика, и мы будем продолжать над ней работать, потому что, конечно, очень громко мы слышим политиков, как вы говорите, деятелей различных таких сфер, оно в данной ситуации, когда особенно, если мы думаем о аудитории, которая сомневается, самый главный человек, которому они доверяют, это, конечно, медики, и поэтому их мнения, они, в принципе, должны были быть приоритерными и в самом начале, и в середине, и в конце процесса. Например, мы в конце этой недели планируем тоже, наконец-то, тоже вебинар на русском языке для всех желающих, в Фейсбуке можно будет подключиться, задать свои вопросы, и цикл таких семинаров именно с медиками, с медиками не только иммунологами, эпидемиологами, но тоже и кардиологами, и детскими врачами. Мы будем продолжать еще порядка полтора-два месяца. Мы еще будем делать такие отдельные тоже семинары для диабетиков, для тех, которые болеют онкологией, для каких-то еще специальных диагнозов, потому что мы, ну, каждодневно у нас очень много вопросов, которые, в принципе, можно рассортировать уже по группам, не знаю, по каким-то зонам рисков. Да, потому что вот есть среди там, вот знакомые сейчас дают вопросы, у кого там какие-то эндокринные заболевания или аутоиммунные вопросы у них возникают. Они, естественно, не против прививки, но они хотят именно от специалиста вот по этим заболеваниям услышать комментарий. Не в общем-то, в целом, что вакцина – это хорошо, да, а вот именно с учетом вот состояния вот здоровья этих пациентов. Да, да, и поэтому мы говорим, мы будем, сделаем такой один, такой цельный, и уже потом будем отдельно по отдельным таким диагнозам люди, чтобы люди могли именно задать вопросы, интересующие их, которые, скорее всего, может быть, не интересуют люди с другими, не знаю, хроническими заболеваниями или зоной риска. Но вы правильно говорите, мы каждый живем один раз в своем теле, и поэтому очень важно знать и провериться именно свой, ну, как бы задать свои вопросы про себя. Это очень-очень важно, да. Поэтому мы даем такую возможность и будем давать такую возможность. Есть ли какая-то информация, правда, сейчас вроде бы у нас и вакцин достаточный, и выбор есть все-таки, по крайней мере, из двух, а иногда из трех вакцин. Есть ли какая-то информация о подходе каких-то новых вакцин, потому что мы знаем, что вот Европейское агентство лекарств периодически рассматривает те или иные новые вот препараты. Но я так понимаю, пока нет вот одобрения каких-то новых препаратов, что вот они уже прошли, и скоро могут быть закуплены Латвией. Нет, мы тоже следим за информацией из Европейского агентуры поликаста. Время от времени они рассматривают вакцины различных производителей, но до сих пор еще ни одна из них не прошли и не утверждены. Поэтому мы оперируем только теми вакцинами, которые на данной ситуации у нас есть. Какая-то информация касаемо спутника появляется или надежда на то, что она появится, причем как на доступность этой вакцины тем, кто предпочел бы уколоться именно спутником, так и о признании тех, кто имеет вакцину, поставленную именно спутником? Да, но спутник – это как, он такой болезненный вопрос, который уже полгода, скорее всего, болезненный, то не только у нас, но во всем мире. Я не знаю, возможно, вы читали тоже информацию о том, насколько тяжело идут с поставками из России в те страны и мира, которые заключили договора со спутником. Там, в принципе, довольно-таки плачевная ситуация, то есть получили первые дозы и нет никакой гарантии о том, что будут вторые дозы, это во-первых. Во-вторых, до сих пор в Латвии, в Европейском Союзе спутник неутвержденная вакцина, и поэтому тем, которые получили, например, одну дозу спутника где-то вне Латвии, нужно учитывать, что в Латвии это считается, ну, в принципе, человек невакцинированный, поэтому если вы думаете о том, нужно получать, не нужно получать вакцину, которая в Европе зарегистрирована, нужно просто пройти как минимум двум неделям после принятия предыдущей, скажем, какой-то вакцины. Это может быть вакцина от энцефалита или какой-то другой болезни, только тогда можно уже принимать вакцины, которые зарегистрированы в Европейском Союзе. А что, например, делать тем, кто имеет ВНЖ в Латвии, ну, речь идет о гражданах России, там, недвижимость какую-нибудь здесь, бизнес, они вакцинированы спутником, в Латвии они считаются невакцинированными и не имеют права пойти поставить укол здесь. Ну, остается, видимо, тест. Да. Если эти люди хотят посещать какие-то публичные мероприятия или мероприятия, в которые вход с дигитальным сертификатом, просто нужно сделать тест. Ну, и пока это, я так понимаю, единственный выход, и в ближайшем обозримом будущем ситуация вряд ли изменится, да? Да. Да. Ясно. Спасибо большое, видимо, до следующего понедельника. Да, время эфирное вышло. Инга Васильева была с нами, представитель бюро вакцинации. Огромное спасибо, хорошего дня, удачной недели. Встретимся в следующий понедельник. Продолжим наш эфир. Это мы с нашей гостью в следующий понедельник. Останее мы еще встретимся. Да, эфир продолжаем. Короткие паузы, да. У нас в гостях, правда, удаленно, по телефону, если не ошибаюсь, журналист, спортивный комментатор Арманд Пучи. Вместе поздравим наших олимпийцев, проводим паралимпийцев, в общем, подведем итоги одной олимпиады и поговорим о том, что наших спортсменов, атлетов ждет на другой. Вы слушаете радио Болтком.